дорогие мои друзья всем привет привет сегодня мы с вами отправляемся в путешествие на северный афон на остров валаам вот на этом красавце 4 палубном теплоходе юрий андропов все мы поднимаемся на нашу шлюпочную палубу мы в каюте сейчас пока здесь чисто сделаю вам быстренько обзор 2 кровати вот такой вид у нас шикарный шлюпочная палуба она самая высокая и одна из самых лучших на мой взгляд я непосредственно имела отношение к теплоходу уже знаю как что тут выбирать душ умывальник и санузел такое у нас будет на две ночи и на два дня наш уголок наша каюта сейчас пойдем послушаем презентацию экскурсионной программы и там уже будем решать куда мы завтра отправимся по скитам валаама или на скалистый берег это вот первая экскурсия вам на выбор 2 это экскурсия скалистый берег там расположены были военные укрепления финнов и поэтому рассказ экскурсовода пойдет жизни валаама в годы советской финской и великой отечественной войны но много времени будет посвящено и своеобразной природе валаама и природе ладожского озера потому что скалистый берег это на берегу раскладышского озера он такой крутой внизу скалы наверху скалы ну в общем кто второй или третий раз то есть вот мы рекомендуем уже эту экскурсию сегодня мы с вами отправляемся путешествие на северный афон на островала с удовольствием вас беру с собой и надеюсь что наше путешествие будет незабываемым очень красивым приятным выбирали куда поехать в турцию или поехать на море и решили поехать на наше северное море на самое на одно из самых больших озер россии ладожское озеро в котором находится непосредственно валаамский архипелаг и островала думаю что будет очень интересно тем более я вспомню юность когда я навигацию проработала на теплоходе посмотрим новые места поделюсь с вами впечатлениями видео очень много в этом месте святом острове валааме красивые очень экскурсии многие блогеры показывают не знаю удастся ли мне превзойти одного профессионального гида по петербургу и по другим местам которые изумительно я снял видео об этом месте это денис сотки оставлю ссылку на его видео на youtube в конце своего ролика на яндекс цен прикреплю в первом комментарии кто захочет более подробно познакомиться с этим местом он найдет там больше полезной информации в процессе нашего круиза буду ознакомить вас с самим теплоходом с рестораном чем нас будут угощать какие будут экскурсии у нас все в процессе отправляемся мы как всегда с моим паспорту пожалуйста это все для вас вот для презентации вы можете взять по бокалу и когда капитан скажет свою приветственную речь вы мы можем поднять бокалы за предстоящие путешествия так что угощайтесь пожалуйста но мы пользуясь случаем поздравляем вас первым днем вашего кругосветного путешествия от компании водоход от нашего коллектива позвольте выразить слова благодарности за то что вы свой отдых выбрали с нами ну и как я сказал мы постараемся ваши надежды оправдать спасибо вам большое друзья после нашей встречи мы пригласим вас на небольшое мероприятие всех желающих другими словами сыграем для вас учебную тревогу шлюпочную именно для отдыхающих процессе которой мы потренируемся в правильности одевания спасательного нагрудника который находится ваших каютах друзья обратите внимание именно такой же спасательный жилет мы принесли на нашу встречу все они у нас одного типа у них на лицевой стороне расположены в изголовье светоотражающей лента а с правой стороны расположен маяк и свисток опять швартовая наше путешествие объявляется открытым наш славянки есть но почему-то очень тихонечко очень мягко идет теплоход до свидания санкт-петербург здравствуй ладожское озеро давай я умею так быстро развязывая ремень как в армии чтобы за три секунды от так так все все то его просто растение немножко до руки вот сюда да 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 вот так так и и затягивая ремень по сону объявлена учебная тревога для отдыхающих просьба пройти в свои колюки но если ты так будешь одевать ты уже 5 раз утонула все я одела одела а как одела надо завязать хорошо ты просто никуда куда вот сюда вставляй вот сюда вставляю этот но куда-то его кражет ну ладно уже верю что ты справилась выходи окна теперь быстренько прыгай до прыгай и посмотрим как ты утонешь нет только прыгать надо аккуратно чтобы голову не повредить поняла да ладно пошли все собираться на ужин видите какие все послушные а там еще свисток акулу отгонять это как в том анекдоте либо свисток не работает либо акула глухая да у меня овощной салатик по-деревенски со сметанкой будет горячее тебя что дочь мягко по ленинград а у меня горбуша до горбуша или пары горбуша вот такой у нас ужин еще будет и десерт на десерт нам какой-то невообразимый торт кусочек торта похож на печеночный паштет по вкусу или по виду нет по виду говорят похож на печеночный паштет сопутствующие товары на теплоходе янтарь потому что мы рядом с карелией будем с прибалтика можно сказать меха меха чебурашки жайки жайки это из меха из натурального, да? да, это норочка и вот зайки из соболя ух ты, соболинные зайки, сколько такой? 6900 и 6400 красота какая все изготовлено поярка это да? да, потому что итальянское оборудование у нас выделили а по красоярскому? поэтому сколько она стоит, как вы думаете? ну тысяч пятьдесят? да, у нас это пятьдесят девять а из украшений это все серебро или это не в серебре? да, да вот это черный агат или нет? нет, это авантюрин авантюрин, да? агат вот белый, синий и серый и поскольку вот авантюрин? это все серебро 925 про, бородированное это вся информация здесь, ну вот любой, да, берем пять двадцать стоит и это все, видите, все проверяется все серьезно, не просто успехов вам здесь тапер играет а мы ждем, когда у нас дискотек начнется идем посмотреть, что за сауна у нас а тут туалет туалет вон парилка парилка, одна рабочая, интересно кто-то уже парился явно так 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что, пришли мы на завтрак У нас сегодня континентальный завтрак Шведский стол Сейчас я вам покажу, чем нас будут завтракать Я буду все равно, да Яйца Йогурты, творожок Булочки, кексики, мюсли Хлеб, овощи Сыры, колбаски А там что? Каши две А какие каши? Овсяные Ирисовые, да? Здесь что у нас? Омлет Здесь у нас Картофель А там что? Котлетки, сосиски, пончики Творожная запеканка Все, мы подошли к острову Валаан Сейчас только что закончился завтрак И чуть попозже пойдем на экскурсию Посмотрите, какие чайки Экскурсия по скитам Шесть километров Три туда, три обратно Видите, какие яблочки Какие яблочки нас встречают на Валаам Очень интересная экскурсия В двух словах кратенько скажу самую суть Пойдем Остров Валаам открыл по преданию Андрей Первозванный Затем сюда в 13 веке прибыли с востока Сергий и Герман Здесь находятся их мощи в Спасо-Преображенском садборе А сейчас мы идем по главной дороге острова К первому скиту Вот диабаз Вулканическая порода Магматическая То есть это магма Скорее всего здесь На Валаамском архипелаге был вулкан Она очень богата минералами, эта порода И поэтому здесь, конечно, как на удобрениях Очень хорошо приживается любой дерн, любая трава Любые саженцы Хотя и совсем небольшой слой почвы Но все на нем растет просто как на дрожжах Так я бы сказала, потому что сама порода Диабаз вулканическая богата очень минералами, микроэлементами Вот такие свисающие ниточки, которые собираются в бороду Да, или в усики Называются устные Совершенно нейтральные Он не хуже, не лучше не делает дерева Но вот такие элементы образовываются только там, где чистый воздух Поэтому если у вас на даче, где-нибудь на участке висит вот такая оборотка Это свидетельство чистоты воздуха Точно так же об этом же говорит и вот этот накид Такие похожи на кораллы Плоские элементы Называется лишайник пармелия Он тоже образовывается только там, где чистый воздух Тут есть, например, военная часть И в радиусе 300 метров от нее ни пармелии, ни усные То есть все-таки какие-то есть на влияние Там радиолокационные войска А тут машины, автобусы, корабли Все равно появляются То есть достаточно чистый воздух, тем не менее И они будут часто сопровождать нас вдоль дороги Эти усики и бородки Усные и нетевидные Очень забавные люди Красота какая Воздух, да, действительно аж сладковатый Как бы таладаном пахнет, да? Да, 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 вот такой вот запах Элементы интерактива снова Как вы думаете, что это? Келья, келья, землянка Колодец Колодец Может быть Скит Скит, ну только, видимо, для очень маленького монаха Они установили деревянные столбы Камень курить невозможно Тогда точно и сейчас это очень сложно Тоже никто его не будет здесь И устанавливали они деревянные столбы Заваливали основание камнями И по периметру выкладывали деревянные брусочки Но когда покидали остров в 1940-ом Все электричество вывели из строя Поэтому просто остатки местами На сегодняшний день здесь есть электричество Но оно появилось только в 2009 году Вплоть до 2009 года Весь советский период Использовали керосиновые лампы И непродолжительный период дизельное топливо Но оно страшно дорогое Поэтому постоянно были веерные отключения Зимой все вечера вообще без света Или подсвечники опять же И в 2009 году Россети решили помочь острову Зажить цивилизованно Красивая очень природа И в основном хвойная леса Хвойный лес точнее В XIX веке Гумен Дамаскин высаживал много разных деревьев Ихту сибирскую, ели голубые, лиственницы, дубы Соответственно дубы он высаживал в определенных участках Ближе даже к центральной усадьбе Но дубы здесь прижились Стали размножаться Поэтому теперь они по всему острову есть Однако Большинство интродуцентов Клен остролистный Липокруглолистный Та же, например, рябина иной раз Или дуб Обретают здесь почти кустарничковую форму Они сильно не вырастут Может быть максимум 2 метра Из-за суровых условий Вот, вот Кушай, Семан Скажи, я такое не ем Это единственный деревянный храм Который почти полностью сохранился С того самого момента создания Конечно, видно, что он достаточно серый Его действительно немного подкрасили, подлатали Но по сути Все осталось так, как и было построено в 1907 году Гефсимания переводится как Давильня оливок Из памяти о Гефсимании И об Успенском храме на Святой Земле Здесь точно такие же названия Храм Гефсиманский Но, конечно, оливковые деревья на Валаме никак не вырастет Поэтому братья хорошенько подумали И решили высадить сирень А сирень тоже из рода маслинных Так что, по сути, такое северное оливковое дерево Этот скит закрытый Он достаточно строгий Здесь малочисленные братья проживают Но, естественно, престольный праздник По ночам бывает сужба Соответственно, престольный праздник Это вчера и сегодня на завтра Успение и погребение тела Она здесь проживала как раз с 40-го года И перед нами возвышается третья единица Гефсиманского ансамбля Вознесенская часовня Тут снова будет вопрос Вам, уважаемые злотоки Какое главное отличие? Часовня от храма Часовне нельзя служить самую главную службу Это Евхаристия Нельзя причащаться Какая красота Непередаваемая просто Во-первых, виды обалденные Во-вторых, воздух какой Дышится даже, кажется, чувствуешь Как вздыхаешь его Тихо Сам, конечно, это гранит Диабаз Но верхний слой разрушается И он очень рыхлый И поэтому многие падают Даже при фотографировании Так как слой измельчается Истончается И бывают оползни Кто неаккуратно подходит к берегу Даже падают вниз Машка, не подходи близко Это самый край Она боится за меня Я боюсь за нее Аккуратно В отличие от нее Смотрите, какая красота Умиротворение Тишина И шикарный воздух А куда ты ползешь? Никуда я не ползу София нам рассказывает Какая живность здесь водится Волки только зимой могут забежать А лисы водятся здесь Зайцы, белки И олени Ой, не олени, а лоси Я неправильно вас проинформировала А это багульник Посмотрите Правда он уже отцвел Багульник Алаамский В Ладожском озере Водится пресноводный тюлень Занесенный в Красную книгу Водится он только в трех озерах В мире Это в Ладожском На Байкале И в финском озере Сауна На Валааме 23 вида папоротника Сюда надо приезжать в ночь На Ивана Купала Да Когда найти цветок Папоротника И сразу откроется Возможность Находить клады Подошли к пустыне Игумена Дамаскина И к озерам Как красиво Красиво И сейчас мы держим путь В Каневский скит Каневский скит Считается одним из самых строгих Мы к нему подошли Видите в каких скитах Служили монахи То есть они старались Специально выбрать место Наиболее удаленное Чтобы быть ближе К Богу Каневский остров Каневский скит Каневское озеро Так как почва Здесь небольшой слой Доходит она В некоторых местах До 30 сантиметров Всего лишь То видите Как укрепляют Корневую систему Обкладывают дерево Чтобы вдруг При ветре При сильном Оно не упало А мы идем сейчас На ферму Которую содержат Монахи Там скорее всего Наверное коровки Молочко И местный сыр Какой-то безумно Вкусный сыр Из экологически Чистых продуктов Коровы едят Экологически чистую траву Дают экологически Чистое молоко Говорят Сыр необыкновенно Вкусный Здесь коровник Рассчитанный на 100 коров Есть коза Курочки Курятник Енотики свои И альпаки И альпаки Какая классота А цвет какой красивый Вообще А коричневая Это я Я коза И я решила Что я вот эта Коричневая козочка Ты просто прелесть Ой, Деня Какая красивая У тебя кто будут Мальчики или девочки? Ой, какое козочка И бы имя, видишь Молочку дается Рыбешку Свечку Иква 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 Что это рыба Форель, по-моему Форель 150 650 Воскресенский скит И храм Главный здесь Освящен В честь Андрея Первозванного Все закончилась у нас Первая часть нашей экскурсии Сейчас мы идем на теплоход Обедать А я по пути показываю вам Корневую систему Видите? Маленький очень слой дерна Слой почвы И корни как вот Выживают Как деревья выживают Мы взяли корм Для животных Для кисанек Да Покормить Потому что Смотрела я Видео Дениса Зоткина Он говорил Здесь очень много Котов И взять можно Кусочек сыра Мы специально набрали Корма И вы знаете Они не то что не едят Они еще и нос воротят А что вы нам даете Ненатуральные продукты Вот так вот Приличный корм Нежный А мы правильно идем? Не знаю По моему К теплоходу Сейчас мы идем обедать А затем уже Идем на вторую часть Экскурсию Поедем в центральную усадьбу Валама На кораблике Не на теплоход На маленьком Да Интересно Еще у нас с вами Впереди К нашим кораблям Подошли уже Наш стоит вторым бортом За этой симфонией Севера И идем обедать Вон Какая красота Да? Давай я тебя сфотографирую У нас продолжается Экскурсия После обеда Теперь мы на Таком маленьком Теплоходике Плывем В центральную усадьбу Острова Валаам Рады поприветствовать вас На борту теплохода И желаю Приятного путешествия Итак, мы продолжаем Знакомиться с одним Из замечательных Шелкаков Нашего отечества Острова Валаам Экскурсовод Мы выбрали Поездку на Маленькую теплоходу Мы поднимемся на еще одну гору Это будет единственное препятствие Нам сказали Нам сказали, что здесь шикарное мороженое Так что будем сейчас дегустировать Так оно выглядит И говорят Безумно вкусное Здесь лавочка С сувенирами Здесь можно потом Когда останется Свободное время У нас побродить И что-нибудь Посмотреть Себе Выбрать Совсем недавно Был престольный праздник Может быть Помните Как называется праздник Связанный с яблоками С яблочным сладком Из садового хозяйства Монастыря Поднимаемся К Спасо-Преображенскому монастырю По историческим ступенькам Видите Они даже стянуты с кубами А это гостиница В которой можно остановиться На острове Валаам Построена в начале 19 века Останавливались здесь Очень знаменитые гости Такие как художник Иван Иванович Шишкин И другие художники Музыканты И сейчас можно остановиться Паломникам Которые приезжают сюда На Валааме Очень вкусные И полезные продукты Во-первых Здесь молочная продукция Своя сады С ананасами С яблоками С грушами Здесь можно оздоровиться И духовно И телесно Пожив несколько дней Дыша полезным Свежим Чистейшим воздухом Так что Имейте в виду Окошки Это не русская деталь Такое украинное окошко Это западная деталь Но здесь она напоминает о том Что Византия Прародитель всех этих элементов Зульфа Можно будет посмотреть Совершенно удивительные красоты Кадры Которые делали и братья И даже иногда сам настоятель А вот и знаменитые Валаамские яблочки Как красиво запечатлены На закате А утром Точнее утром Апрельский пурпур Скид преподобного Авраамия Ростовского Посмотрите Какая красота Ладожская мусор Архимандрит Мефодий Умер в том году Он по-моему Македонец Да Македонец Который служил на острове Валаам Престольный праздник Служит патриарх Конечно За один день Все посмотреть Очень сложно И поэтому Вот эта фотогалерея Она Знакомит лучше С Валаам Какая мовня Во время года В разах Видите Священный игумен Монастыря Чистота Православная Чистота Вот Спаса Чернежинский собор Мы сейчас С этой стороны Проходим С восточной Внутренняя коры Здесь трапезная Здесь живут Братья Внешняя коры Сюда мы сейчас Придем Слушать концерт Вот Зимняя гостиница Справа осталась Летняя гостиница Соответственно Тут Верхний сад Который открывается За фотографиями И дальше Там поля На Валааме Также существует И своя пасека Это неудивительно Посмотрите Сколько здесь Живых цветов Разнообразных И природных И нет И вот здесь Можно купить Мед И продукцию Из меда Это еще И рассада Меда Живущей Избранных Людей О вечер Серцу Дорогую О вечер Мировоз Субтитры 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 Субтитры